Покрылась, наверное, и мы прощаем после макияжа в салоне. Класс! Польше можно не будет с нанести зону. Можно было бы начать спорить, можно было бы, но вопрос-то было не в том, чтобы поспорить с человеком, а в том, чтобы проверить, чему учат, блин, на курсах по макияжу. Всем привет! Короче, тут такой приколдесс. Мы нашли салон красоты, нашли визажиста, который не просто тебе делает макияж, но также и рассказывает, как именно этот макияж делать нужно. Так сказать, обучение, но в индивидуальном формате. Мы сегодня записались на это обучение, на днях к нему пойдем. Нужно будет принести свою косметику, тебе помогут ее разобрать, и тебе покажут, как нужно краситься. Мы взяли курс для самых-самых начинающих, будет очень интересно посмотреть на какую-то базу, что нам вообще расскажут, надеюсь, что будет что-то полезное. Я прям, знаете, тут с таким настроем, чтобы понять, что я вынесу оттуда что-то прям классное. Ну, посмотрим, как это будет, предлагаю начать этот видос. Надеюсь, это будет не просто так, потому что обучение пипец дорогое, в конце вы узнаете, сколько нам это обошлось, но я сразу скажу, что это такое, да, не дешевое довольствие. Да еще я поняла, что у меня на обложке видео, скорее всего, написано, но это не точно. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой канал и включайте обновление о публикациях, чтобы не пропускать мои дальнейшие видео. Ты подписался на канал? Подписался? Подписался? Ну, давай, подписывайся уже. Ладно, поехали. Конечно, настал тот день, когда мы идем проверять салон. Сейчас мы с вами будем вместе собирать косметику и отправимся в этот салон, посмотрим, чему нас там смогут научить, что смогут показать. Я специально думаю, что нет смысла брать какую-то прям, знаете, суперкрутую косметику, типа, ну, какую-нибудь американскую, которой у нас нет. Нужно взять самую-самую базовую, там, не знаю, Римль, Мейбель и Нейсенс, ну, вот из этой вот категории, и посмотреть, что нам предложат сделать с такими продуктами. Я возьму только те вещи, которых я уверена, то есть то, что я буду знать, что из этого реально можно сделать конфетку, и если вдруг нас начнут говнеть с этой косметикой, то это уже будет первым звоночком и показателем. На всякий случай возьмем две помады, подумала все-таки, возьмем вот такую вот бежевую. Это хоть и корейский тинт, но у нас его можно очень легко найти, потому что это вот этот вот бренд Перепера, он вообще продается практически везде, ну, и стоит все это очень бюджетно. Так, беру тушь Римль, возьму свои китки, цветной гель для бровей, помадка для бровей с ифорой Мейбелин. Короче, вот так вот получается мой набор, с которым я иду. Надеюсь, что я все взяла, ни о чем не забыла. Что ж, погнали! Здесь у нас все выглядит вот так. Лампа сразу, блин, реально прикольно. Какие-то туториалы находятся. Косметик, кстати, хороший. Так, в повседневной жизни я делаю или нюдовые нейтральные, но я люблю рисовать себе веснушки. Или я прям могу делать что-то очень странное, ну, например, прям совсем яркий макияж, там, синяки под глаза, ну, то есть что-то такое, как в ТикТоке, типа. Все поняла. Мы будем проходить основу макияжа, то есть мы на примере дневного. Это все равно, я думаю, как основа. Если вы ее будете знать, вы уже будете уметь, в принципе, делать любое, и экспериментировать, просто понимать какие-то там нюансы основные. Да, давайте самое тихие лицо, потому что все равно шли по улице, пыль и так далее, осела на лицо. Вообще, метиллярная, ну, вы чем пользуетесь? Метиллярная вода, да, вообще это, мне кажется, самое универсальное средство, для любого типа кожи, не пересушивает и, ну, не вызывает каких-то там приятных ощущений. Чуть-быстренько, чуть-чуть. Тоже все протираем лицо по массажным линиям. Кожа уже выглядит более свежей, более такой тонизированной, и макияж уже, соответственно, ложится иначе. Ну, мои сладкие малыши, вы сами прекрасно знаете, я миллион раз про это говорила, то, что не наносится мицеллярная вода, как база под макияж. Мицеллярная вода – это средство демакияжа, причем не первичное, а после того, как вы использовали гидрофилку, после того, как вы ее смыли, потом наносится мицеллярка, чтобы все это смыть, а потом наносится пенка для умывания. Это ни в коем случае не средство, блин, как база макияжа не выступает. Это средство для его снятия. Что за бред? Можно было бы начать спорить, можно было бы, но вопрос-то был не в том, чтобы поспорить с человеком, а в том, чтобы проверить, чему учат, блин, на курсах по макияжу. И на курсах по макияжу учат использовать как базу для макияжа Средство для очищения кожи Сейчас 100% найдутся люди, которые не смотрят мои видео Ну или недавно присоединились Которые используют мицеллярку Не как средство для снятия макияжа Которые прочитали маркетинговый ход, где написано на мицеллярке На некоторых, что этот продукт не нуждается в смытии Это буллшит Организируем губы Мы хотим, чтобы они у нас ставят такие напитанные и объемные Это можно, да, взять прайс? Прямо пальцы, прям жирненько Да, вот так вот разносим То есть база у нас будет сияющая Но при этом не будет эффекта, да? Как будто жирный блеск идет Потому что я всегда вот эта вот фраза Сияющая база достаточно пугаюсь Мне кажется, что будет такое жирное как будто лицо Нет, нет, не сильно Можем попробовать, а вы там уже будете для себя дальше решать Это у нас база, поэтому мы ее все-таки пальчиками наносим Чтобы плотно не было Прям размазан А, вот прям вот так вот Не парится Кисть у нас объемная Набираем круговыми движениями Чтобы не переборщить тоже Излишки на кисти быть не должно продукта Короче, в чем был поинт дальше? Визажист сказала, что нужно взять много-много баз Нанести на лицо Но потом, чтобы было не так много Надо взять спонж и распределить И убрать им излишки Мы тем самым убираем излишки И добиваемся эффекта второй кожи А зачем? Ну, типа, по-моему, даже на первой странице гугла Да что я привезла с первой страницей гугла? Есть информация о том, что база под макияжа Нужно брать маленькое количество Как будто бы маленькую горошечку берете И столько вот на лицо наносите Не надо намазывать его вот так вот А нам говорили, что надо Зачем? Здесь наносим вот по росту волос Чтобы их не вздыбить Интересно Потому что, да, вот сейчас как раз Не вот так А, в ту сторону Окей, я поняла Косметика, на которой нас обучали Она была очень дорогая То есть, действительно супер дорогая косметика И то, что лежит визажисты на столе Ну, это, наверное, 1150-200 тысяч рублей У нас здесь имеются такие покраснения Мы можем нанести такой корректор цветовой Чтобы улегчить просто себе работу Возьмем корректор зелененький Когда мы разобрались с базой Это произошло примерно где-то в течение часа То есть, мы очень много времени потратили на это Хотя информация, как видите, никакой абсолютно не дали Особенно какой-то полезной, смешно Такие огромные деньги В конце вы узнаете, сколько мы за это заплатили И просто это все Вот что мне выдал визажист Когда дело дошло до подбора тона Я просто люблю, ну, все-таки делать Либо в тон, либо чуть потемнее Но у нас, думаю, так больше нравится Как-то загорели Я, наоборот, люблю посветлее тогда Просто делала вот так А потом с этой палитрой переношу опять пальцами Либо пальцами, либо кистью Вот как нравится Можно взять кисточку Давайте кисточку возьмем Ну, мы нанесем тогда на руку И когда я показала, что хочу наносить тон кисти Я, в принципе, рассчитывала на то, что Мне дадут кисть, объяснят, почему нужна именно такая А не какая-то иная Покажут, как именно это нужно делать Если с показом, как это нужно делать В принципе, проблем не возникло Потому что действительно была небольшая демонстрация Я ее не записала Принцип, по которому я должна подбирать себе кисть Мне не объяснили Чему нужно так, а не как-то иначе Вот эта вот информация, которая самая важная, на мой взгляд Ее просто не было Когда визажист видела, что Лиана сделала на своем лице какую-то дичь Просто размазала тон и буквально не растушевала ничего Потому что ей не объяснили, как именно это нужно делать Визажист дала ей бьюти-споджиг Сказала, ну, прибей тон, пожалуйста, к лицу Чтобы он был более-менее ровный И в итоге, короче, Лиана, не понимая, как это нужно делать Буквально сняла себе весь тон с лица И нет, на это дело не специально Она просто, правда, не шарит Потому что она обычно тон пальцами, по-моему, наносит Пока я узнала Ноль нового на данной этапе Да, здесь вообще просто тон нет даже На самом деле всегда очень сложно говорить что-то О человеке, который тебе нравится Критиковать его работу Потому что для меня всегда очень важно Важно, насколько клево общается человек Но без этого никуда, к сожалению У меня очень румяные щеки То есть даже сейчас я абсолютно без макияжа Вы видите, насколько я румяная, красненькая И, ну, мне перекрыли это очень сильно тоном Из-за чего у меня тон забился в поры Такого не было никогда в жизни Никогда И щеки выглядели, как будто бы они шелушатся И я такая, что такое? На что мне сказали, что, наверное, мне... Я просто съела конфетку на днях Хотя спойлер, у меня было отравление Я вообще ничего лишнего не ем В принципе, никогда не шелушали щеки То есть это явно была не проблема моей кожи Но при этом вместо того, чтобы найти решение И подобрать то, что подойдет именно мне Просто сказали, что я разъела конфетку Ну, просто так обычно не бывает Не бывает? Я обычно наношу конфет Нет Я первый раз вообще увидела, что есть шелушинки на щеках Ну, это же кожа, она оживает Ну, с ней что-то могло произойти Что-то там, не знаю, конфет Польше можно не вытянуть и нанести зону Нет, нет, нет Вот наоборот, может быть, мы вообще с тобой нанести Все будет хорошо Просто говорю с... Если чувствуется, что тон, скажем так, не фиксируется Да, мы можем использовать фиксат на митяза Мы супер долго возились с тоном Там ли они просто делали, переделали Сто слой в тонального крема на лице И никак иначе я просто сказать не могу Но да ладно, в конечном итоге все это было сделано Теперь мы приступаем к бровям И что мне понравилось, нам выдали новый продукт То есть продукт для бровей был новый И вообще в целом, ну, по гигиене там реально было здорово Вообще есть такой способ Я просто вам на словах расскажу Да-да Потому что мы сейчас не успеваем и так далее уже невозможно Наносим фиксатор для макияжа Так вот сбрызгиваем его Ждем высыхания И потом мы можем что-то другое пока в этот момент делать И потом наносим его, дублируем еще раз Важно отметить, что это, наверное, был первый раз в жизни Когда я увидела, что визажист соблюдает все правила гигиены Что неважно, вы поняли Она брала продукт, например, помаду Наносила сначала на пластиночку Потом с этой пластинки кистью наносила уже на губы Не было такого, что она открывается в тюбик с помадой И непосредственно уже с кисточки Другой кисточкой наносит на губы Что абсолютно бессмысленно Потому что бактерии-то с кисти попадают И потом в тюбик ты закрываешь И все бактерии Тушь нас попросили заранее взять свою Ну, видимо, так же, чтобы было все гигиенично И карандашики, они либо при нас открывались И тогда реально нет сомнений, что они новые Либо при нас же они точились Кисти все были абсолютно чистые Спонжики были очень чистые Короче, по гигиене прям 10 из 10 Но почему-то два прыща вылезло Берем и проходимся по бровям Ну, как проходимся? Мы их зачесываем вначале, в первоначальном верх И затем уже мы делаем форму Зачесываем уже по форме И теперь просто... И теперь просто по форме А макать еще раз или не надо? Можно макать, да Уже красиво Вы можете себе вот это делать Удомонники Да Вы можете наносить сразу Сразу навеком Столько? Или больше? Нет, прям берем А, прям все берем Все берем И повернемся к линии Так Будем ей показывать Окей Закрываем гладик Наношу Вот ресницы Наношу на все века, да? Наношу на все века До зоны орбитальной линии Орбитальной линии Вот она у нас идет Растушевываем по орбитальной линии Туда-сюда, да? Туда-сюда Да Хорошо На самом деле Мне стало немного грустно От всей этой истории От этой рубрики Я сейчас объясню почему Дело в том, что вся информация Которую мне давала визажист Я понимаю, откуда она взята Она буквально взята Из открытых источников И дело в том, что Ты идешь на курсе Тебя буквально этому же самому обучают У них есть вот этот вот Какой-то шаблон Какой-то вот лист Я не знаю По которому они преподают И наши визажисты От этого не отходят Банально, ребят Подумайте о том Вот какие у нас Селебрити на красной ковровой дорожке Да, там ходят Ну вообще в России Есть она Ну короче Вспомните все эти фотографии Паварации С нашими селебрити И там почти всегда Какой-то кринж макияж И вспомните пожалуйста Тех же самых Американских Или корейских Знаменитостей Какой макияж у них Какие у них интересные образы И какой у нас Типа да Если какая-то звезда Умеет делать себе Сама макияж В основном Это будет выглядеть Гораздо лучше Чем если она пойдет В салон Обратиться К какому-то классному Даже в России визажистам Потому что У нас есть какие-то Вот эти вот непонятные Шаблоны Какие-то вот эти вот Непонятные странные Стереотипы серии Давайте обмажемся мицелляркой А потом на нее Положим базу И будем удивляться А почему-то он Ни хрена не лежит Да потому что У нас нет как таковой Нормальной школы Я это сейчас поняла И я просто в ужасе Поэтому действительно Когда вы смотрите На макияж Блин рандомных Там не знаю Девочек из тихтока На мой макияж Он кажется вам гораздо лучше И профессиональнее Чем макияж визажиста Да потому что По факту так и есть Потому что Когда мы учимся Мы перелопачиваем Огромное количество информации А они когда учатся Они приходят И им говорят Мицеллярочка База Диор там За 7 тысяч рублей Тональный крем Класс Всем все понравится Увы И грустно как-то от этого Ну Все Я не знаю что сказать Мне грустно Ладно Давайте посмотрим дальше Так Берем тени Берем тени Ну я бы взяла Наверное вот эти Или бы вот эти Какие тени Они как база выступают Они фиксируют Они Ну приклеивают Вот эти тени А тени должны быть похожи Да То есть то что у нас на глазах То мы берем из палетки Правильно Не всегда Но в дневном макияже Да К нерекламной паузе Обращение Лисы Из прошлого К этому видео И ее опасения Короче пока я еще никогда не пошла Я немножко выражу Свои опасения Я очень сильно боюсь того Что в конечном итоге Сделают какой-то знаете Такой макияж Без учитывания Без учитывания Монтибуральности То есть сделают Просто знаете Какой-нибудь там серии Мейк Бежевые тени Какая-нибудь там Чуть-чуть Бежевенькая помада Ну типа И все И гуляй И на четыре все стороны А хочется знаете Даже через какой-то Повседневный макияж Раскрывать себя То есть не просто Знаете Облиться тонаком Добавить сюда Вот холляра Ахасияжечка Сюда вот Скулки контурирования Сделать себе губки Чмок-чмок Вот этого вот Не хотелось бы Ну и какую-нибудь там Дурацкую маленькую стрелочку Которую не видно Которую уже Абсолютно не актуальна Ходишь ты Блин современного Знаете чего-то Чтобы если дневной макияж То как бы Такой в котором Видно тебя А не видно Вот это вот лицо Знаете Которое вот Большинство людей Прям берут И рисуют буквально лицо И ты насмотришь на людей Вроде как бы Они без макияжа С макияжем Но какие-то вот одинаковые Мне так не нравится Ничего против не имею Но вот Мне бы хотелось Чего-то более современного А не вот этого вот Шаблонного И господи Не дай бог Мне просто все лицо Будут бронвером Обмазывать Чтобы сделать Меня подзагорели А то как Блинная поганка Ходишь тут Ну Я там делаю Другое место Вообще делаю Нет? Не туда, да? Нет Все правильно? Ну чуть поглубже В ресницы Угу Чуть поглубже Чем их Вот между Почему называется Межресничка Да? Это подсказка Межресниц Мы не выше Не меж Мы Межресниц В какой-то момент Когда мы уже сидели Когда делали Вот эту вот растяжку Макияжа Вот эти вот Все Переходы Шмореходы Вот это вот Все Я вижу Что сидит Лиана Я вижу Что человек косячит Прям вижу Это я Я еще раз Я не визажист Я вижу Что она делает Какие-то вот такие Вот странные движения Вокруг своего глаза Кистью Что она просто Натирает себе глаз И я психую Я беру ее кисть Начинаю просто показывать И пытаться объяснить Что нужно сделать Делаешь А ты должна его Вот так вот немножечко Просто растягивать Что ли Ты сейчас просто туда-сюда Все фигарила И поэтому Весь рисунок себе стерла Должен делать вот так вот Аккуратнее Да Здесь смотрите Как мы хайлайтер Вот можем использовать Так же сюда По центру глаза Прям на яблочко глаза По самому центру Припечатываю Сейчас А глазки чуть пониже Вот у меня Видишь Здесь грань тени И здесь грань тени Я хочу По центру Я хочу их спрятать Да Я и объединяю Таким образом Макияж И добавляю Объема Глазу Макияж Который мы делали Показался мне Очень грязным Да Я не спец макияжа Я вообще ничего не шарю И ничего не умею Но я на этом обучении Ничему не научилась То что нам рассказывали Это была такая Очевидная информация Которую я уже знала Единственное Наверное По контуру То что мне показали Мне было это полезно Но это было еще от того Что мне просто Первой жизни это показали Реснички Глаза Вот Ну сейчас мы с вами будем Обыкновенно Так Я готова Да Вы можете Просто прокрасить Просто красить Просто красить У нас сегодня В программу Будут входить Стрелочки Сегодня мы не успеем Стрелочки Сделать Если просто Нарисовать Если просто Я вам могу Нарисовать Окей Дневной макияж Но он же предполагает Маленькую стрелочку Потому что Наверное Стрелки Это самые сложные В целом Никто Их не умеет Рисовать Теперь уберем Жидкие тени А опять Даже жидких теней Начинаем Сейчас я беру И прям на все Нижнее веко Правильно заполняю? Все нижнее веко Но до орбитальной линии Вот до вот этого Да Но здесь Должно быть Прям очень легонько То есть Самая интенсивная Около ресницы Ну интенсивность Высокая Около ресницы Как и на верхнем веке Да Самый оптимальный вариант Это допустим Вот здесь Сделать более ровную линию Дальше я уже Прямых линий Таких особо делать не буду Я буду заполнять Те места Которые мне кажется В которых не хватает Густоты Вот здесь Вот тоже Чуть-чуть Могу вот так Увеличить Но потом Растушевать Это все Может и более широкая Бровь Ну вы Наверное Уже замечали Да Она как-то более Эффектно смотрится Вот здесь Хвостика у тебя Чуть-чуть не хватает Ты дорисовываешь Наверное тоже И теперь Мы Обязательно Растушевываем Здесь я растушевываю Брови И проверяю Что где мне не хватает Вот Смотрим Прямо в зеркало Я думаю Вы сейчас Прекрасно все видите В каком состоянии кожи Все блески Осыпались Все у меня на лице У него жирный блеск Это не должно выглядеть Вот так И дело не в сияющем тоне Короче Просто эти глаза Молят о помощи Пожалуйста Помогите мне Получается в нашем лице Есть определенные гармонии И как раз мы можем Наблюдать их где Вот линия скулы Линия челюстной кости И линия вот Когда мы стрелку рисуем Они все между собой Параллельны Вот ребята Вот Вот она Вот она Эта фраза Из-за которой я не могла Научиться рисовать стрелки Сколько я не пробовала Потому что все говорят Про эту мифическую линию Которая располагается Вот так Точнее вот так вот даже И когда ты рисуешь стрелки Которые направлены так У тебя на лице Получается черти что Особенно если у тебя Непрямые глаза Одно полуновидшее веко А второе нет Нет Я уже говорила Про стрелки Не буду акцентировать Но нет Нет Это работает далеко Не со всеми Далеко не со всеми Вообще Очень плохая информация Точка наиболее выпуклая Ну как бы не выпуклая Впалость Да Вот это вот И поэтому Это точка интенсивности Точка безопасности Для нас То есть мы можем Начинать именно отсюда Мы не боимся Здесь переборщить Потому что здесь Самое темное место В принципе Ну как бы Вот доходим уже До линии роста ресниц Давайте посмотрим Как учит Лиану Контурингу носа По прямой линии И мы дальше Пытаемся тоже Выпрямить И дальше уже Крылью просто Затемнеть Да Чуть-чуть затемнеть И вот здесь Сейчас как будто Есть небольшое ощущение Что он стал шире Мне кажется Ну вот я об этом и говорю Что это очень Очень тонкая грань Знаете что Мои сладкие малыши У меня скоро будет Бесплатный Блин Я не знаю Меня очень сильно бесит Слово вебинарное Он такой убогый Он такой ублюдский Просто фу Короче Будет бесплатная штука Приходите ко мне На мой прямой эфирчик Я буду разбирать Ваши макияжи В прямом эфирчике Вы будете кидать мне Ваши фотографии В инсток директ Прямо сейчас уже кидайте И 19 И 22 числа Я буду вас ожидать В 13.00 по Москве И потом в 19.00 Будем с вами Где-то часа 2 Общаться Я буду показывать вам Ваши же макияжи Будем разбирать Как можно сделать лучше Но как я делала В прошлом видосе И да Это абсолютно бесплатно Я не собираюсь С вас заработать На этом денег И там не будет Такого серии Посмотри мне 2 минуты А дальше за каждую доплачиваю Все Очень бесплатно Регистрируйтесь Мест там немного Там по-моему До 10.000 мест И насколько я помню У меня уже 7.000 человек подписано Но это все было из инсты А на ютубе обычно Больше людей Чем в инсте Поэтому Вот Просто имейте ввиду Что возможно Вы уже не успели Ну я не знаю К чему я сказала Короче Ну там Тык нажмите На ссылочку Которая в описании Получаются такие губы-пельмешки Очень такие большие Так Будем пробовать делать Губы Контурные Можно взять Вот такой оттенок Да Вот этот Такой Опять Нюдовый И Вот этот угол Затемнеть Объективность ради Это далеко не самый худший макияж Из всех Где мы были Это далеко не самые худшие образы И вообще В принципе Это не так плохо Проблема только этого макияжа В том Что он очень грязный И в жизни Это выглядит не очень Этот макияж Нас учили Типа делать Но по факту Большую часть дел Делала визажист И когда она видела Что мы где-то косячим То она просто подходила Переделывала Она рассказывала Как делать Но она не отслеживала Чтобы у нас правильно Руки лежали Чтобы мы правильно все делали Чтобы мы правильно понимали То есть в целом Она просто рассказывала Сухую теорию А потом показывала Ну и как бы все Так Простите Что я дезинформировала У меня два гнойных прыща Первый Вот здесь На щеке А второй Вот здесь Тут у меня Был старенький Типа прыщчик Он уже прошел Ну просто был след А теперь это опять прыщ А на щеке Гнойный прыщ У меня никогда на щеках В этих местах Не было гнойных прыщей Крэнтон У меня нету А на щеке У меня нету Типа прыщей